Старый троллейбус на новый лад. В Запорожье электротрансе приступили к модернизации троллейбусного парка. Когда можно будет воспользоваться обновленным общественным транспортом, выясняла наша съемочная группа. Троллейбусный парк номер два. Здесь, на участке капитально-восстановительных работ, машины 88-го года выпуска обретают новую жизнь. Обновленные троллейбусы оборудуют новенькими сидениями и установят двери собственной разработки, более прочные. Над этим трудится бригада из четырех человек. Снимая с их агрегаты, отдаем им на ремонт в другие службы. А мы только меняем каркас. Меняем трубы, обшиваем пластик, электрооборудование. А все остальное отдаем туда. Мосты, две теля, отдаем на ремонтный цех. Капитального ремонта сегодня требует порядка 30 троллейбусов. Обновление одного занимает около полутора месяцев. А прослужить он должен без капитального ремонта пять лет. Выгоду от такого проекта в электротрансе уже подсчитали. Новый троллейбус стоит 4 миллиона, самый дешевый 4 миллиона и 4 600. Этот троллейбус стоит 410 тысяч. Это в 10 раз дешевле, чем новый троллейбус. Но эксплуатационные его качества и характеристики ничем не отличаются. Сейчас городские власти говорят о закупке новых комфортабельных троллейбусов с кондиционерами. Даже провели тендер, но теперь считают, нужен новый, чтобы закупить транспорт по более выгодной цене. Так что пока разбираются с процедурными вопросами и водителями, их тоже не хватает, приходится ремонтировать то, что есть. Пилотный старый новый троллейбус планируют выпустить на линию в конце июля. А вот что сделали уже сейчас – пошили жилеты для контролёров. Это чтобы никто зайцем не ездил.